Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. Сегодня я расскажу о последних нюансах, которые стали известны в ходе первого чтения законопроекта по отмене техосмотра для частников. Но для начала пару слов о спонсоре данного выпуска. Это сайт Оформить Онлайн. Там вы найдете несколько онлайн-калькуляторов и сможете в режиме реального времени сравнить стоимость полиса ОСАГО сразу в 19 страховых компаниях, чтобы выбрать наиболее выгодный для вас вариант. Сэкономить можно до 3000 рублей. В качестве примера расчет на автомобиль Kia Rio в городе Набережные Челны. Самый дешевый вариант получается 5359, самый дорогой 7766, то есть разница достигает почти 2500 рублей. Не торопитесь покупать ОСАГО у своих агентов, не сравнив цены на Оформить Онлайн. Также я напомню, что с 22 августа текущего года техосмотр для того, чтобы оформить полис ОСАГО больше не нужен. Ссылка на сайт будет в описании под данным видеороликом. Переходите и оформляйте страховку на наиболее выгодных условиях. И получите полис на почту в течение нескольких минут. Итак, как я уже рассказывал в предыдущем ролике, 9 ноября 2021 года в Госдуме прошло первое чтение сразу двух законопроектов, которые предусматривали отмену обязательного техосмотра для частников. Законопроект «Справедливая Россия», который предусматривал отмену обязательного техосмотра для всех категорий транспорта частников, в том числе и для грузовиков и автобусов, естественно, как это и ожидалось, был отклонен. То есть он больше не рассматривается, с рассмотрения этот вопрос снят. Законопроект «Единой России», который был, скажем так, альтернативным к предыдущему законопроекту, был одобрен единогласно. То есть не было ни тех, кто проголосовал против, ни тех, кто воздержался. 100% депутатов проголосовали за данный вариант. Соответственно, теперь этот вариант от «Единой России» проходит уже к рассмотрению во втором чтении. Второе чтение данного документа состоится через 30 дней, то есть 8 декабря 2021 года. До этой даты к данному документу принимаются предложения, замечания и поправки от всех заинтересованных ведомств. Соответственно, нельзя исключать, что 100% именно в этом варианте, который был одобрен в первом чтении, документ будет одобрен и во втором чтении. Возможно, какие-то правки все-таки в него будут внесены. Для тех, кто пишет под видео многочисленные комментарии на тему того, что якобы техосмотр все-таки отменяется только для новых автомобилей моложе 4 лет, для всех остальных ничего не поменялось и так далее. В очередной раз хочу напомнить суть этого законопроекта. Согласно данному законопроекту, транспортные средства моложе 4 лет полностью освобождаются от обязательной процедуры техосмотра. Транспортные средства, здесь имеются в виду только мотоциклы и только легковые автомобили, которые принадлежат частникам, подлежат техническому осмотру в случае, если они одновременно старше 4 лет и если при этом производятся с ними регистрационные действия. Это 4 варианта регистрационных действий. Постановка на учет ГИБДД, купля-продажа, то есть смена собственника получается, внесение изменений в конструкцию транспортного средства. И четвертое это замена базового компонента транспортного средства. Один из подписчиков, к сожалению не помню как его зовут, написал справедливый комментарий, что в ходе обсуждения в первом чтении было еще одно примечание к данному законопроекту. Дело в том, что даже в случае, когда техосмотр будет полностью официально отменен, во многих других странах, помимо Российской Федерации, техосмотр по-прежнему остается обязательным. То есть в случае, когда вам необходимо на своем транспортном средстве, на мотоцикле, либо на автомобиле выехать за пределы России и попасть в такую страну, то вам в таком случае все-таки придется проходить техосмотр, иначе это возможности вы будете лишены. Таким образом получается, несмотря на то, что в законопроекте этого не прописано, есть пятое условие, это выезд за границу в страны, где техосмотр является обязательным. То есть в таком случае техосмотр вам тоже нужно будет иметь на руках, чтобы он у вас был действующий. Еще один нюанс, который я бы хотел подчеркнуть и уточнить. Речь идет о случаях прохождения техосмотра для транспортных средств старше 4 лет при замене основного компонента транспортного средства. Ранее я называл два таких компонента, это кузов и двигатель. На самом деле эта информация не соответствует действительности. Я вновь обратился к тексту действующего техрегламента таможенного союза. И согласно данному документу, на сегодняшний день официально основными компонентами транспортного средства считаются три элемента. Это кузов, рама и кабина. То есть только вот эти три элемента являются основными компонентами согласно действующим правилам. То есть двигатель сюда не относится. Если вы, грубо говоря, на свою девятку ставите двигатель от другой девятки, то есть двигатель, который предназначен для такого же транспортного средства, для этой же марки и модели, то в таком случае, соответственно, проходить техосмотр не понадобится. То есть рама, кузов и кабина. Только в случае замены вот этих трех элементов проходить техосмотр все-таки придется. Еще один интересный нюанс. Тоже задавали множество вопросов насчет того, если все-таки я захочу проходить техосмотр, что делать? Здесь есть два нюанса. Первый нюанс, что согласно тексту законопроекта, который был одобрен в первом чтении, там четко прописано, там есть даже отдельный пункт, что в случае желания, по желанию техосмотр можно пройти добровольно. С этим никаких проблем нет. Однако второй нюанс здесь кроется в том, что на сегодняшний день, согласно информации депутатов, которая также была озвучена в ходе этого заседания Госдумы, отмена техосмотра касается более чем 50 миллионов автолюбителей. То есть это, получается, владельцы легковых автомобилей и мотоциклов-частников. То есть большинство из этих вот 50 миллионов автолюбителей, скорее всего, техосмотра в случае подписания данного документа проходить не будут. Да, понятное дело, что останутся автомобили такси, грузовики, автобусы, для которых техосмотр никто не отменяет, но по сравнению с объемом рынка легковушек и мотоциклов, эта цифра намного меньше. Соответственно, отсюда следует вывод, что, скорее всего, многие пункты техосмотра просто-напросто не переживут эту отмену для частников. То есть смысл им держать какой-то пункт техосмотра, тем более, если он маленький, если, к примеру, ворота по высоте не предусматривают заезд, там грузовика или автобуса, естественно, и оборудования там соответствующего нету, то для них, в принципе, бизнес, можно сказать, на этом закончился. Хотя в ходе заседания Госдумы этот вопрос напрямую депутатам задавался, и представители Единой России уверенно почему-то заявили, что ни один пункт техосмотра не закроется, для них ничего не изменится, они будут работать по-прежнему. Я, честно говоря, в этих словах очень сильно сомневаюсь, потому что даже после 1 марта 2021 года, когда техосмотр не отменили, а просто, скажем так, ужесточили условия прохождения и для части автолюбителей продлили временно на действие диагностических карт, даже после этого у нас, к примеру, в Татарстане последовала волна закрытий станции техосмотра. Что будет после полноценной отмены техосмотра, я думаю, несложно себе представить. И еще один нюанс, про который вы много писали в комментариях, речь идет о том, каким образом будет определяться автомобиль легковой, либо нелегковой, согласно тексту данного закона проекта. Естественно, в тексте про это ничего не говорится, там есть формулировка просто легковые автомобили. Соответственно, здесь возможны два варианта. С одной стороны, легковые автомобили можно классифицировать по категории водительских прав. То есть, если у тебя категория B, то ты можешь управлять, получается, не только легковыми автомобилями, но и грузовыми автомобилями до 3,5 тонн. То есть, это различные газельки какие-то и так далее. То есть, с этой стороны, если речь идет про категорию прав, то категория B, по идее, автоматом подразумевает и транспортные средства грузовые до 3,5 тонн. Однако, с другой стороны, никто не отменял требования технического регламента Таможенного союза. Согласно данному документу, легковым автомобилем у нас считается транспортное средство категории M1. Это транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и груза, имеющие не более 8 сидячих мест, не включая места водителя. То есть, здесь, соответственно, получается немножко другая классификация. И для того, чтобы максимально правильно определить тип своего транспортного средства, нужно заглянуть в регистрационные документы. Это либо паспорт транспортного средства, либо свидетельство о регистрации транспортного средства. Почему в эти документы? Потому что, соответственно, необходимость прохождения техосмотра будет возникать при обращении в ГИБДД. А для ГИБДД, соответственно, основные документы – это регистрационные документы транспортного средства. И, соответственно, в регистрационных документах там есть строка под названием «Тип ТС», то есть «Тип транспортного средства». И вот там, в этой строчке «Тип ТС» должно быть указано либо легковой автомобиль, либо легковой универсал. В зависимости от разных автомобилей, по-разному все это дело пишется. Соответственно, если там написано «фургон», «грузовик», еще что-то, то, понятное дело, что под легковушку это уже не попадает. Единственный здесь, опять-таки, спорный момент может быть с теми транспортными средствами, у которых, где строка «Тип ТС» указано либо специальное транспортное средство, либо, соответственно, прочее написано.